Печаль сатаны. Мария Карелли. Роман. Перевод с английского княгини Е. Ф. Кропоткиной. В двух частях. Санкт-Петербург. Издание книга продавца И. Л. Тузова. Гостиный двор номер 45. 1904 год. Кассета первая. Часть первая. Знаете ли вы, что значит быть бедным? Не бедным, надменной бедностью, на которую жалуются люди, проживающие от 5 до 6 тысяч фунтов в год и жалующиеся на невозможность сводить концы с концами, сталкивающую, унижающую ужасную бедностью. Бедностью, которая заставляет вас облекаться в ту же одежду, пока она окончательно не изношена и отказывает вам в чистом белье. Так как цены за стирку разорительны, которая отнимает у вас уважение к самому себе и заставляет вас красться смущенным по улицам, вместо того, чтобы ходить с поднятой головой, сознавая свое независимое положение. Вот про какую бедность я говорю. Это проклятие, держащее благородное рвение под спудом унизительных забот. Это нравственная язва, въедающаяся в сердце даже благонамеренного человека, который внезапно делается и завистливым, и злым, и готовым на всякое преступление. Когда бедняк видит тучную светскую женщину, развалившуюся в своем роскошном экипаже, следами излишнего питания на лице, и безмозглого, страстного и сладострастного молодого человека, шатающегося часами без дела, как будто весь свет с его миллионами честных тружеников сотворен лишь для его случайных развлечений, тогда его тихая кровь превращается в яд, и его страждущий дух возмущается и восклицает. Зачем во имя Бога существует такая несправедливость? Зачем негодному бездельцу иметь полные карманы золота благодаря случайной наследственности, тогда как я, работая с утра до ночи, с трудом добываю себе кусок хлеба? Действительно, зачем? Зачем злые люди процветают, как зеленое лавровое дерево? Я часто думал об этом. Теперь, пожалуй, я мог бы решить задачи уже по личному опыту. Но какой это был опыт? Кто поверит в его действительность? Кто поверит, что нечто столь странное и ужасающее могло выпасть на долю простого смертного? Никто. Однако это правда. Правда существеннее, чем все то, что считается правдой. Я знаю так же, что многие люди переживают теперь точно такие обстоятельства, какие пережил я, под тем же влиянием, сознавая иногда, что они находятся в греховных тенетах, но обладая слишком слабой волей, чтобы вырваться из сети, в которые они самовольно впутались. Выучился ли они уроку, которому выучился я, в страшной школе под руководством ужасного наставника? Сознают ли они, как я осознал, до самых мелких фибр моего умственного понимания, неопровержимое существование обширного индивидуального деятельного ума, невидимо, но неустанно работающего за завесой всеобщей материи, словом, верного и несомненного Бога? Если так, то темные задачи станут для них светлыми. Они поймут, что кажущаяся им несправедливость в действительности – великое правосудие. Но я не пишу с целью убедить своих товарищей, людей, я слишком хорошо знаю их упрямство, я сужу о них по себе. Гордая самоуверенность некогда съедала меня, и я понимаю, что другие могут быть в том же положении. Я только хочу передать различные приключения моей карьеры в том порядке, как они случились, предоставляя более светлым умам задачу объяснить суть человеческого существования, насколько возможно ясно и хорошо. В одну холодную зиму, оставшуюся в памяти у всех за ее необыкновенную суровость, когда огромная волна сильнейшей стужи распространилась не только по благословенным островам Великой Британии, но и по всей Европе, я, Джеффри Темпест, находился в Лондоне и умирал с голоду. Голодающий человек редко внушает должную симпатию, и мало кто верит в действительность его нужды. Почтенные люди, только что наевшиеся до сыта, недоверчивее всех. Некоторые даже улыбаются иронически, когда им говорят о голодающих, как будто случайная шутка, выдуманная для посляобеденного развлечения. Или с возмутительной невнимательностью, характеризующей светских людей до такой степени, что они ставят вопросы и не дожидаются или не понимают ответа. Хорошо покушавшее собрание, услыхав о чьей-нибудь голодной смерти, лениво роняет слова «Как это ужасно!» И немедленно приступает к разбору последней новости, изобретенной для приятного препровождения времени. Быть голодным – это так грубо и пошло. Оно никак не может служить темой для разговорок в воспитанном обществе, поевшим всегда больше, чем того требует организм. Но в том периоде, о котором я говорю, я, ставший впоследствии человеком, которому завидовали все, знал слишком хорошо жестокое значение слова «голода». Знал гложащую боли страшную и смертельную слабость, вызванную им, и ненасытное животное рвение к пище. Одним словом, все ощущения, которые достаточно скверны для людей, привыкших к ним, но которые, пожалуй, еще ужаснее, когда они испытаны впервые человеком, принадлежащим, как ему кажется, к высшему свету. Я чувствовал, что не заслуживал тех страданий, которые мне приходилось переносить. Я работал усердно, с самой смерти моего отца, как только узнал, что все состояние, которое, по моим ожиданиям, должно было перейти мне, едва хватит на уплату кредиторов, и что ничего, что всего, имения не остается мне, кроме, разве, золотой рамы с миниатюрой матери, умершей, когда я родился. С самого того времени повторяю я, я тянул лямку и трудился неустанно. Пользуясь своим университетским образованием, я занялся литературой. Я искал занятия, кажется, во всех лондонских редакциях. Многие отказывали мне, другие брали меня на пробу, но ни от кого я не мог добиться постоянного жалования. Всякий, кто хочет осодержать себя исключительно трудом мозгов и пера, рискует вначале быть отвергнутым, как общественный парень. Его усилия смеяны, его рукописи возвращены непрочитанными. Им интересуется меньше, чем присужденным убийцей, находящимся в тюрьме. Убийца, по крайней мере, одет и накормлен. Изредка снисходительный сторож соглашается поиграть с ним в картишки. Но на человека, одаренного оригинальными мыслями и способностью выражать их, смотрят, как на нечто хуже преступника. И весь чиновник селют соединяется, чтобы общими силами уничтожить его. Я принимал и удары, и пинки в угрюмом молчании. И продолжал жить. Не из любви к жизни, а просто, потому что я презирал трусость, наталкивающую на самоубийство. Я был еще довольно молод, чтобы не терять надежды. Смутная мысль, что и моя очередь настанет, что вечно кружащееся колесо фортуны, столь жестоко давящее меня теперь, когда-нибудь да подхватит меня, заставляло меня уныло продолжать существование. Но это было бессмысленное существование, больше ничего. В продолжении шести месяцев я ввел критические статьи в одном известном литературном вестнике. Мне посылали 30 романов в неделю для разбора. Я рассматривал наскоро штук 8 или 10, и писал на них целый столбец рудани, оставляя другие без всякого внимания. Я пришел к заключению, что эта система вызывала одобрение. Мой редактор был доволен и щедро платил мне в размере 15 шиллингов в неделю. Но в один злосчастный день я переменил тактику и горячо похвалил произведение, которое по совести отвечалось хорошим направлением и безусловной даровитостью. Автор, оказалось, был старым врагом моего редактора. Несчастье для меня, мои похвалы, ненавистные моему человеку, явились в печати. Результатом этого было то, что личная злоба взяла верх над общей справедливостью, и я был моментально уволен. После этого я протянул еще некоторое время, писав сущие дребедень в ежедневных газетах. Я существовал обещаниями, которые никогда не исполнялись. И дошел до того, что, как я говорил раньше, в начале января этой суровой зимы я очутился без копейки лицом к лицу с голодной смертью. Кроме того, я еще должен был за убогую конуру, которую нанимал недалеке от британского музея. Я провел целый день в поисках за работой, обегал все редакции, но не было ни одного лакантного места. Я также безуспешно старался поместить в свою рукопись роман, не лишенный достоинства, но который, по всеобщему мнению чтецов в редакциях, никуда не годился. Эти чтецы, в кавычках, как я потом узнал, большей частью сами занимались билетристикой и в свободные минуты разбирали присланные в редакции рукописи. Я никогда не пойму логики этого устройства. Для меня это кажется способом поощрять недоровитость и угнетать оригинальные умы. Простой разум указывает на факт, что чтец, желающий сохранить свое место в литературном мире, естественно, будет скорее поощрять посредственные произведения, чем те, которые могли бы затуманить его славу. Как бы там ни было, и хороша ли эта система или нет. Во всяком случае, я и мой злосчастный роман пострадали от нее. Последний издатель, которому я зашел, был добряк, который посмотрел на мое исхудалое лицо и изношенную одежду с видимым состраданием. Мне жаль, сказал он, очень жаль. Но приговор моих критиков единогласен. Насколько я мог судить, вы смотрите на все с серьезной точки зрения, и слишком строго судите современное общество. Это не годится, батюшка. Никогда не нападайте на высшее общество. Оно покупает книги. Если бы вы могли написать какую-нибудь любовную повесть, что-нибудь рискованное, ну не совсем нравственное, вот это удовлетворило бы нынешние требования. — Простите, — перебил я уныло, — вы совершенно уверены в правильности вашего суждения о современном вкусе. Редактор улыбнулся, мягко и слегка насмешливо, как будто удивляясь моему абсолютному неведению. — Конечно, я уверен, — ответил он. Я основательно изучил общественный вкус, как изучил собственный карман. Но поймите меня, я не советую вам писать книги на неприличные темы. Вы можете это предоставить передовой женщине, но уверяю вас, что серьезная литература продается туго. Критики не поощряют ее. Во-первых, им и публике нравится одно и то же. Что-нибудь реальное, сенсационное, написанное газетным стилем. Литературный язык, язык Одессона — ошибка. — Я тоже ошибка, — сказал я сделанной улыбкой. Но во всяком случае, если то, что вы мне говорите, правда, я должен откинуть перо и заняться другим ремеслом. — Я принадлежу к старой школе и считаю литературу за высшее звание. Я предпочитаю отказаться от нее, чем добровольно ее унизить. Редактор посмотрел на меня, не то удивленно, не то недоверчиво. — Ну что же, — заметил он наконец, — вы ударяетесь слегка в дом кихотства. Это пройдет. Пойдемте в мой клуб и пообедаем вместе. Я стремительно отказался, поняв, что предложение было сделано ввиду моего отчаянного положения. Гордость, пожалуй, неуместная гордость, пришла мне на помощь. Я быстро распрострелся с редактором и, схватив отвергнутую рукопись, вернулся на свою убогую квартиру. Когда я подымался по лестнице, меня остановила хозяйка, прося меня уплатить за квартиру не позже следующего дня. Старуха говорила вежливо. Видно было, что она сочувствовала мне. Эта жалость уязвила меня столько же, как недавнее предложение издателя пообедать с ним. И с видом почти наглой уверенности я обещал уплатить следуемые с меня деньги в назначенное время, хотя совершенно не знал, откуда достать требуемую сумму. Достигнув своей комнаты, я закрыл дверь на ключ и швырнул ненужную рукопись на пол и, беспомощно опустившись на стул, начал громко ругаться и проклинать судьбу. Меня это слегка облегчило, хотя я был изнурен голодом, я еще не дошел до слез. Бешеное проклятие было для меня таким же утешением, как приступ рыданий для нервной женщины. Но я не мог плакать, и, несмотря на глубокое свое отчаяние, не был способен обратиться к Богу. Откровенно говоря, в то время я и не верил в Бога. Я был вполне доволен собой и презирал старые суеверия и даже самую религию. Конечно, меня воспитывали в христианской вере. Но, несмотря на это, духовно я блуждал в каком-то хаосе, умственно был сколон мнениями окружающих, а физически дошел до крайней нужды. Мое положение было отчаянное, я и сам был отчаянный. Если добрые и злые ангелы когда-либо бросают жребий за душу простого смертного, то в этот момент они бросали его за мою душу. Несмотря на все это, у меня было сознание, что я сделал, что мог. Я был загнан в угол людьми, желавшими отнять у меня даже право на существование, но я боролся с ними, я работал честно и терпеливо. Все было напрасно. Я знал о существовании мошенников, наживавших большие деньги, дураков, скопивших миллионы. Их благосостояние указывало на то, что честность не всегда венчается успехом. Но что мне было делать? Как приступить к языкскому деланию зла, чтобы достичь добра, личного добра? Я продолжал размышлять в этом духе, но как-то вяло и бессвязно. Ночь была чрезвычайно холодная, мои руки окоченели. Я старался согреть их у керосиновой лампы, которой хозяйка позволяла мне пользоваться, несмотря на запоздалые платежи. Внезапно я заметил три письма на столе. Одно в длинном голубом конверте, похожем на нотариальную повестку или возвращенную рукопись, другое с почтовым клеймом из Мельбурна, а третье — толстое квадратное послание с красным золоченым княжеским гербом на обороте. Я равнодушно перевернул все три конверта, потом взял австралийское, подержал его минуту в руке, раньше чем сломить печать. Я знал, от кого оно, и старался угадать его содержание. Несколько месяцев тому назад я написал подробный отчет своих возрастающих долгов и бесконечных неприятностей одному товарищу по школе, который, находя Англию слишком узкой для своего тщеславия, отправился в дальние страны, надеясь наткнуться на золотые россыпи. Я узнал, что его дела шли хорошо, и что он создал себе вполне обеспеченное положение. Основываясь на этом, я решился попросить у него пятьдесят фунтов в долг. Я держал в руках его ответ, не решаясь открыть его. «Конечно, отказ», — сказал я в полголоса. «Как бы товарищ не был хорош с вами, он мгновенно черствеет, когда дело идет о деньгах. Он выразит глубокое сожаление, сошлется на злостой торговли и скверные времена для финансовых оборотов, и кончит надеждой, что все обойдется. Я знаю все это наизусть. Впрочем, с какого права я требую от него больше, чем от других? Несколько сентиментальных дней, проведенных рука об руку в Оксфорде, вот к чему сводится наша дружба». Я невольно вздохнул, и нечто вроде тумана заслало мне глаза. Я увидал опять серые башни мирной Магдалины и светло-зеленые деревья нашего милого университетского города. Я и товарищ, письмо которого я теперь держал в руках, мы бродили вместе, молодые, счастливые, и воображали, что мы гении, родившиеся специально для возобновления мира. Мы оба страстно любили классиков и были насытаны гомером и мыслами и правилами бессмертных греческих и римских писателей. В то время мы действительно воображали, что сотворены из того же теста, как герои. Но вступление на общую арену вскоре отняло у нас наше самомнение. Мы превратились в простых тружеников. Прозаические задачи каждого дня отогнали Гомера на задний план. И мы поняли, что общество интересуется более последним нецензурным скандалом, чем трагедией Месофокла и мудростью Платона. Ну что же, с нашей стороны было, несомненно, глупо надеяться возобновить мир, тогда как Платону это не удалось. Но даже черствый циник не станет отрицать, что приятно вспоминать дни юности, сознавая, что это время, по крайней мере, не было лишено благородных стремлений. Лампа тускло горела, и мне пришлось поправить ее раньше, чем приступить к чтению письма друга. В соседней комнате кто-то играл на скрипке. И играл хорошо, нежно. Иногда даже с некоторым брио. Звуки отделялись один за другим. Я прислушался к игре с мутным ощущением удовольствия. Я слаб от голода и медленно переходил в какое-то полусознательное состояние, захватывающее прелесть музыки, вызывая во мне эстетические и, пожалуй, сладострастные ощущения. Уничтожали на некоторое время более животные требования. Ну вот, пробормотал я, обращаясь к незримому музыканту. Ты упражняешься на скрипке ради жалкого вознаграждения, которое еле хватит на твое пропитание. Может быть, ты участвуешь в каком-нибудь дешевом оркестре или просто играешь на улице, где посреди роскоши ты умираешь с голоду. Ты не можешь надеяться попасть в высшие круги и стать модным музыкантом. Если же ты надеешься на это, то жестоко ошибаешься. Играй, мой друг, играй. Звуки, вызванные тобой, крайне приятны и должны бы составить твое счастье. Желал бы я знать, действительно ли ты счастлив или, как я, быстро отправляешься к черту. Музыка становилась нежней и жалостивей под аккомпанемент внезапного ливня, сопровожденного градом. Свирепый ветер врывался сквозь щели дверей и свистал уныло в трубе камина. Ветер холодный, как объятие смерти и пронизывающий, как лезвие, ножа. Я задрожал и, наклонившись к тускло горевшей лампе, приступил к чтению своих писем. Когда я распечатал письмо из Австралии, на стол выпал чек в 50 фунтов, учитываемый в одном из наиболее известных лондонских банков. Мое сердце застучало от прилива благодарности и облегчения. Мой милый Джек, воскликнул я, я обвинял тебя напрасно, твое сердце осталось добрым. И глубоко проникнутый великодушием своего друга, я стремительно принялся читать его письмо. Оно было недлинное и писанное, видимо, в торопях. Дорогой Джеффри, мне было очень жаль узнать, что ты в таком скверном положении, что человек с твоими способностями не может завоевать себе должного места в литературном мире. Это только доказывает, какое стадо дураков ныне процветает в Лондоне. Мне кажется, что все дело сводится к необходимости нажать некоторые пружины, и это возможно только при помощи денег. Посылаю тебе с радостью просимые 50 фунтов. Пожалуйста, не торопись отдавать их. Ты будешь мне благодарен за то, что я посылаю тебе друга, настоящего друга, неподдельного, уверяю тебя. Я дал ему письмо к тебе, и между нами самое лучшее, что ты можешь сделать, это предоставить ему себя и свой литературный труд. Он знаком со всеми и умеет возжаться с редакторами и газетными правилами. К тому же он филантроп и всегда рад в случае помочь либо деньгами, либо протекцией. Он очень влиятельен в высших кругах и вытащил меня из крупной неприятности. Я страшно благодарен князю и при случае рассказал ему и про тебя. Какой ты умный и с каким уважением относились к тебе в нашем милом университете. Он обещался поставить тебя на ноги. Он всесилен. Это понятно, если принять во внимание, что весь цивилизованный нравственный мир подчиняется богатству. А у него денег? Хоть отбавляй. Воспользуйся им. Он только этого и желает. Напиши мне, как будет дело. Не беспокойся насчет возврата 50 фунтов, пока твои дела совершенно не поправятся. Вечно твой Бофлс. Я улыбнулся, прочитав смешную подпись, хотя в моих глазах стояли слезы. Бофлс было прозвище, данное ему товарищами, и никто иначе не называл его, кроме профессора, для которых он был Джон Каррингтон. Я сложил письмо с чеком и, размышляя, какого рода человек этот филантроп с несметным количеством денег собрался открыть другие письма, радостно осознавая, что на следующий день могу ладить счета с хозяйкой. Кроме того, мне теперь было возможно заказать себе ужин и одновременно зажечь огонь в унылом камине. Но раньше, чем заняться удовлетворением своего животного, я открыл длинный голубой конверт, столь похожий на угрожающую повестку, и, развернув лист, просмотрел его с изумлением. Что это означало? Строки замерцали перед моими глазами. Удивленный и пораженный я читал и перечитывал написанное, не понимая, в чем суть. Наконец я понял. И нечто вроде электрического тока пронзило меня. Нет-нет! Это было невозможно! Судьба не бывает столь сумасшедшей, столь игривой и бессмысленно капризной. Это злая шутка, устроенная нарочно, чтобы меня извести. Но если это шутка, как она замечательно придумана, со всеми величественными формальностями закона. Несмотря на всю небывалую фантастичность, известие казалось неотвержимой истиной. Стараясь пересилить свое волнение, я медленно перечел документ. Мое изумление только усилилось, и у меня промелькнула мысль, что я сошел с ума или заболеваю белой горячкой. Неужели это удивительное, изряду выходящее известие правда? Если оно не ложно, то... Силы небесные! Мне чуть не сделалось дурно. Потребовалась вся моя сила воли, чтобы не лишиться чувств от восторга и неожиданности. Ежели известие не ложно, то мир принадлежит мне. Из нищего я превратился в властелина. Все мои самые неизбыточные надежды близки к осуществлению. Письмо! Удивительное письмо! Было заглавлено именем одного из известнейших нотариусов Лондона. И уведомляло меня деловитым языком, что дальний родственник моего отца, о котором я мельком слыхал, будучи еще ребенком, скоропостижно скончался в Южной Америке, оставляя мне одному все свое огромное состояние. Состояние усопшего достигает цифры свыше пяти миллионов фунтов стерлингов, фунт стерлингов по тогдашним ценам 10 рублей. Мы сочтем за большое одолжение, если вы найдете возможным зайти на этой неделе в нашу контору для личных переговоров. Большая часть капитала находится в государственном банке. Довольно крупные суммы помещены в французских правительственных рентах. Мы предпочли бы дать вам дальнейшие сведения лично. В надежде вскоре увидеть вас, мы просим вас принять уверение и прочее. Пять миллионов! Я, голодающий писатель, безнадежный посетитель редакции, без семьи, без друзей, я, владелец пяти миллионов фунтов! Я старался понять все значение этого удивительного факта, так как это, несомненно, был факт. И не мог. Мне казалось, что я в каком-то диком заблуждении, вызванном в моем усталом уме недостатком пищи. Я оглядел комнату свежалкой мебелью, пустым камином, грязной лампой, низкой убогой постели и всеми признаками самой крайней бедности. А потом разразился неудержимым хохотом. До такой степени меня поразил контраст между тем, что меня окружало, и известием, которое я получил. Что за каприз сумасшедшей фортуны? Воскликнул я громко. Кто бы мог этого ожидать? Бог мой! Подумать, что я, я избран из всего мира для столь поразительного счастья, клянусь небесами, если все это правда, то не пройдет месяца, как я заставлю общество кружиться как волчок по одному моему мановению. И я опять громко засмеялся, засмеялся, как ругался раньше, чтобы облегчить себя. Кто-то засмеялся мне в ответ. Это было эхо моего смеха. Испуганный я остановился и прислушался. Дождь лил по-прежнему. Ветер злостно свистал, как разъяренная ведьма. Соседний скрипач исполнял блестящую руладу на своем инструменте. Но других звуков не было. Несмотря на это, я был готов поклясться, что слышал грубый мужской смех, раздавшийся позади меня. Это плод моего воображения, пробормотал я. И поднял тетиль в лампе в надежде получить больше света. Я просто разнервничался. Положим, что это неудивительно. Бедный боссов. Славный малый. Продолжал я вспомнить его чек на 50 фунтов, казавшийся мне таким благодеянием несколько минут до этого. Какой сюрприз ожидает тебя. Я возвращу тебе твои деньги немедленно с прибавкой 50 фунтов в виде процентов за твою щедрость. А что касается современного мецената, которого ты посылаешь мне на помощь, он, пожалуй, превосходный старичок. Но в этот раз он почувствует себя лишним. Я не нуждаюсь ни в поддержке, ни в советах, ни в покровительстве. Я могу купить их. Титулы, почести, поместья. Все покупное. Любовь, дружба, положение продажны в нашем усовершенствованном коммерческом веке и идут к тому, кто больше за них дает. Клянусь своей душой, этот богатый филантроп не посмеет тягаться со мной. Навряд ли у него больше пяти миллионов. А теперь надо поужинать. Придется есть в кредит, пока я не получу денег. В общем, отчего бы мне не покинуть сейчас эту отвратительную дыру и переехать в лучшую гостиницу Лондона. Я хотел было выбежать из комнаты в приливе возбуждения радости, когда новый сильный порыв ветра прорвался сквозь трубу камина, неся с собой комки сажи, которые упали черной массой на мою отверженную рукопись, брошенную мной в отчаянии на пол. Я быстро поднял и вытер тетрадь, думая между тем, какова теперь будет ее дальнейшая судьба. Теперь, когда я могу издать ее сам. И не только издать, а напечатать объявление и рекламировать ее по всем правилам искусства, столь знакомого в интимных кружках писателей. Я улыбнулся, подумав, как я отомщусь всем тем, которые до сих пор пренебрегали моим трудом. Как они будут дрожать передо мною, ластиться, как наказанные щенки и подобосрастно льстить моему таланту. Я заставлю даже самых упрямых преклониться передо мною. Я это решил непременно. Если деньги не всегда побеждают, то это лишь потому, что их не сопровождает ум. Деньги и ум вместе могут овладеть миром. Иногда ум может достичь этого результата и без денег. Над этим серьезным фактом не мешало бы призадумать и людям без ума. Поглощенный чистолюбивыми мыслями, я безотчетно внимал диким звуком скрипки, долетавшим до меня из соседней комнаты. Звуки, похожие то на отчаянное рыдание, то на беззаботный смех веселой женщины. Я вспомнил вдруг, что еще не открыл и третьего письма с княжеским золоченым гербом. Оно лежало нетронутой на столе. Я поднял его и принялся распечатывать толстый конверт с каким-то непонятным чувством отвращения. Вынув, наконец, сложенный лист толстой бумаги, украшенный гербом, я прочел следующие строки, написанные удивительно четким и красивым, хотя мелким почерком. «Милостивый государь, у меня есть письмо к вам от вашего бывшего товарища Карингтона, живущего ныне в Мельбурне. Он был так добр, что дал мне возможность познакомиться с человеком, который, как я понял, одарен священными дарами литературного гения. Я заеду к вам сегодня между восемью и девятью часами вечера в надежде застать вас дома незанятым. Присылаю свою визитную карточку с адресом. «Преданный вам Лусио Римонес». Карточка, про которую он говорил, выпала на стол. На ней виднелась маленькая изящная корона над словами «Князь Лусио Римонес». А в углу значился адрес, написанный карандашом «Гранд отель». Я перечел краткое письмо. Оно было просто, вежливо и понятно. В нем не было ничего замечательного, положительного ничего, но мне оно вдруг показалось полным скрытого смысла. Почему? Я не мог понять. Какая-то чарующая сила приковывала мой взгляд к характерному смелому почерку. И я подумал, что человек, писавший эти строки, обязательно понравится мне. Но как уныло свистал ветер. Скрипка продолжала рыдать, как одушевленная заблудившаяся душа страждущего музыканта. У меня помутилось в голове, и сердце болезненно сжалось. Равномерное капанье дождя казалось мне приближением приставленного ко мне шпиона. Я взялся нервным и раздражительным. Предчувствие чего-то злого, какой-то беды, омрачило светлое сознание моего неожиданного счастья. Потом прилив стыда овладел мною. Стыда, что этот иностранный князь, владелец несметного богатства, посетит меня, меня, миллионера, в столь убогой квартире, несмотря на то, что я еще не дотронулся до своего богатства. Я уже был охвачен мелким, низким желанием притвориться, что я никогда действительно бедным не был. Если бы у меня был хоть шиллинг, я бы послал телеграмму незнакомцу, прося его отложить свой визит. Но у меня его не было. Во всяком случае, сказал я громко, обращаясь в пустой комнате и к бушующему ветру, я не встречу его сегодня. Я выйду, не сказав куда, и если князь придет, то подумает, что я еще не получил его письма. Я назначу ему свидание, когда буду на другой квартире, и одетый, как подобает моему положению. А между тем, ничего нет легче, как избежать встречи с этим непрошенным покровителем. Пока я еще говорил, мерцающая лампа вдруг вспыхнула и потухла, оставляя меня в полном мраке. С восклицанием более громким, чем приличным, я начал разыскивать спички или в крайнем сучай шляпу. Но я еще был занят неудачными поисками, когда услыхал лошадиный топот, остановившийся как раз под моим окном. Я остановился и прислушался. Внизу раздался какой-то шум. Я разрешил голос хозяйки, говорившей вежливо и подобострастно. Ей ответил приятный мужской голос. Наконец шаги, твердые и ровные, начали медленно подниматься по лестнице и остановились на моей площадке. Черт вмешался в это дело. Пробормотал я злобно. Вот мое счастье. Пришел именно тот человек, которого мне хотелось избежать. Дверь открылась, и благодаря темноте я мог лишь различить высокую тень, стоящую на пороге. Я хорошо помню впечатление, которое произвел на меня этот странный облик, преисполненный столь величественной силой. Я невольно обомлел и едва раз слышал слова моей хозяйки. «Господин желает видеть вас!» Сказала она и остановилась в досаде, увидев полный мрак в моей комнате. «Каково!» Воскликнула она. «Лампа потухла!» Потом, обращаясь к посетителю, она прибавила. «Боюсь, что мистер Темпест вышел, хотя я видела его полчаса тому назад. Если это вас не затруднит, то подождите минуточку. Я принесу свечку и посмотрю, не оставил ли он записку на столе». Она быстро удалилась, и хотя я знал, что мне следовало заговорить, какое-то злобное чувство заставляло меня молчать и не выдавать своего присутствия. Между тем незнакомий взял два-три шага вперед, и звонкий голос, но смешливым оттенком, раздался. «Джеффри Темпест! Вы тут?» «Зачем я не ответил?» Необъяснимое, необычайное упрямство удерживало меня. В скрытой в темноте моей убогой комнаты я упорно молчал. Величественный облик приблизился. Рост и ширина незнакомца угнетающе подействовали на меня. Еще раз голос повторил. «Джеффри Темпест! Вы тут?» Мне было стыдно дольше молчать. Сделав над собой усилие, я победил свое непонятное упрямство, сделавшее из меня жалкого труса, и храбро выступив вперед, я стал перед моим посетителем. «Да, я здесь», — сказал я. «Но мне совестно так принять вас. Вы, конечно, князь Римонес. Я только что прочел вашу записку, предупреждавшая меня о вашем посещении. Но я надеялся, что моя хозяйка, уеда в темноту, решит, что меня нет и уведет вас. Вы видите, я совершенно откровенен». «Да, действительно», — ответил незнакомец, и в его звучном голосе послышалась насмешка. «Вы так откровенны, что я не могу не понять вас. Откинув вежливость в сторону, вы негодуете на меня за мой несвоевременный визит и желали бы, чтобы я не пришел». Точное объяснение моего настроения показалось мне столь неучтивым, что я поспешил опровергнуть его, хотя знал, что оно было правильно. Правда, даже в мелочах, ведь правда всегда неприятна. «Пожалуйста, не считайте меня за грубияна», — сказал я. «Дело в том, что я открыл вашу записку лишь несколько минут назад, и раньше, чем я мог сделать какие-либо распоряжения для вашего приема, лампа потухла, и я принужден приветствовать вас сквозь такую темноту, что даже не могу подать вам руки». «А все-таки попробуем», — сказал посетитель смягченным голосом, придавшим какую-то чарующую силу этим ничтожным словам. «Вот моя рука. Если в вашей руке кроется инстинктивная дружба, то они сойдутся и без внешней помощи». Я немедленно протянул руку и почувствовал теплое, но властное пожатие. В ту же минуту комната озарилась светом. Моя хозяйка взошла, неся с собой зажженную лампу, которую она поставила на стол. Она, кажется, удивилась, увидав меня, но сказала ли она что-нибудь или нет, не знаю. Я был так удивленно очарован видом незнакомца, тонкая изящная рука, которая не упускала мою, что я ничего не видел и ничего не слышал. Я сам не маленького роста, но князь был по крайней мере на полголовы выше меня. Пристально вглядываясь в него, я пришел к заключению, что никогда еще не видал человека, наружность которого совокупляла такую разительную красоту с выражением столь глубокого разума. Голова, красивая по форме, выражала силу и мудрость и была поставлена на плечи, которых не усыдился бы и сам Геркулес. Лицо представляло чистейший овал и было удивительно бледное. Эта бледность усилила блески у больших темных и слегка выпуклых глаз, привлекающих своим странным выражением ни то веселости, ни то горя. Самой характерной чертой этого лица был, пожалуй, рот. Обладая красивыми изгибами, он был тем не менее тверд и решителен и своей величиной избегал женственности. В спокойном положении он выражал иронию, и едкость, и даже жестокость. Но освещенный улыбкой этот рот намекал, или мне казалось, что он намекал, на нечто более субтильное, чем все известные нам страсти. И с быстротой молнии в моем уме сверкнул вопрос, что это мистическое, необъяснимое нечто, что оно могло бы быть. С первого взгляда я оценил все изящные качества моего нового знакомого. И мне показалось, что я знаю его давно. Но вдруг при свете принесенной лампы лицом к лицу с моим посетителем я вспомнил все, что окружало меня. Пустую холодную комнату, отсутствие огня, черную сажу, загрязнившую голый пол, мою изорванную одежду, придававшую мне столь печальный вид, в особенности рядом с этим горделивым князем, носившим на себе столь явные признаки богатства, как роскошная соболья шуба, которую небрежно откинул, не переставая смотреть на меня с улыбкой. «Я знаю, что пришел в неурочный час», — сказал он. «Но я всегда так прихожу. Это мое несчастье. Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где их не просят. Я боюсь, что в этом случае мое воспитание хромает. Постарайтесь простить мне ради этого». И он подал мне письмо, на котором я увидел знакомый почерк Каррингтона. «И позвольте мне присесть, пока вы прочтете мой оправдательный документ». И приблизив к себе стул князь Риманес сел. Его красивое лицо и плавное движение положительно очаровывали меня. «Никаких документов не нужно», — сказала я с искренним радушием. «Я уже получил письмо от Каррингтона, в котором он говорит о вас с восторженной благодарностью». «Но дело в том, простите меня, князь, если я кажусь вам удивительным и растерянным. Но я думал встретиться совсем старым человеком». Я становился смущенный пристальным взглядом его блестящих глаз, уставленных на меня. «В наше время, милостивый государь, никто не стар», — объявил князь шутливо. «Даже дедушки и бабушки игриви в пятьдесят лет, нежели в пятнадцать. В высшем обществе совсем не говорят о летах, это невоспитано, почти непристойно. О неприличных вещах говорить нельзя, и возраст стал неприличным, поэтому избегает в обществе говорить о нем. Вы ожидали встретить старого человека?» «Вы не ошиблись. Я стар. Вы не можете себе представить, как я действительно стар». Я улыбнул с этой нелепости. «Да вы моложе меня», — сказал, — «я по крайней мере, вы моложе на вид». «Вид бывает обманчив», — ответил Римонесс весело. «Я, как многие из известных красавцев столицы, гораздо старше, чем кажусь. Но прошу вас, прочтите письмо, которое я принес вам. Я не успокоюсь, пока вы этого не сделаете». Желая искупить чрезвычайную учтивость и свою прежнюю грубость, я исполнил просьбу князя и, открыв письмо, прочел следующее. «Дорогой Джефри, податель всего князя Римонесс из ряда выходящий ученый и принадлежит к одному из самых старых родов не только Европе, но, пожалуй, и мира. Тебе, как любителю древней истории, будет интересно знать, что его предки первоначально были князьями Халдеи, поселившиеся впоследствии в Кире, откуда они переехали в Этрурию, где остались веками. Последний отпрыск этого знаменитого рода и есть тот одаренный и благодетельный человек, которого, как хорошего друга, я рекомендую твоему особому вниманию». Непредвиденные обстоятельства слегка бурного свойства заставили его покинуть родину, причем он потерял часть своего состояния, так что теперь он более или менее странник на лице земли. Но благодаря этому он видел много и обладает широким опытом. Кроме того, князь замечательный поэт и музыкант, и хотя он занимается искусствами исключительно для собственного развлечения, «Я думаю, что его практические знания литературного дела послужат тебе в твоей трудной билистеристической карьере. Спешу прибавить, что касательный науки он абсолютно всередущ. Посылаю вам обоим уверения в своей искренней дружбе и остаюсь преданный тебе Джон Каррингтон». Обычная подпись «Бофлс» верно казалась писателю неуместной, но почему-то отсутствие ее огорчило меня. В письме звучало нечто принужденное, сухое, как будто оно было написано под чьим-то давлением. Отчего мне явилась эта мысль, не знаю. Я взглянул из-под стишка на моего посетителя. Он поймал мой взгляд и, в свою очередь, посмотрел на меня, упорно, как бы допытываясь чего-то. Боясь, что мое смутное недоверие выразилось у меня в глазах, я поспешил заговорить. «Это письмо князь лишь увеличивает во мне чувство стыда и сожаления, вызранное моим грубым поведением в начале вашего визита. Никакие извинения не могут изгладить мои вины, но вы не можете себе представить, как я удручен и унижен, что должен был принять вас в столь неподходящей обстановке. Я желал бы приветствовать вас совсем иначе». Тут я остановился раздраженной мыслью, что в сущности я чрезвычайно богат, но пока еще кажусь бедным. Князь махнул рукой, как бы отгоняя мои ненужные извинения. «Зачем вы огорчаетесь?» – спросил он. «Радуйтесь! Скорее, что вы можете обойтись без обычной пошлой роскоши. Гений просветает на чердаке и умирает в хоромах. Разве это не общепринятая теория?» «Но это устарелая ошибочная теория», – возразил я. «Гений жаждет попытать счастье во дворце, так как его обычная судьба – голодная смерть». «Верно. Но подумайте, сколько дураков он кормит, умирая!» «Над всем этим, милостивый государь, царит мудрое провидение!» «Шуберт умер от нужды! Но сколько заработали на его произведениях музыкальные издатели!» «Это закон справедливости – жертвовать честными людьми, дабы олухи не пропадали!» Князь засмеялся, и посмотрел я на него с некоторым удивлением. Его замечание было так похоже на всегдашние мои мысли, что я не знал, говорит ли он серьезно или нет. «Вы, конечно, шутите», – сказал я. «Вы не верите тому, что сказали?» «Ах, неужели я не верю!» – воскликнул он, и глаза его сверкнули, как молнии. «Если я не верю учению собственного опыта, то что же остается мне?» «Уверяю вас, дьявол правит миром с кнутом в руке, и, как это ни странно, принимая в соображение, что есть же еще отсталые люди, верующие в Бога, он справляется со своим цугом довольно легко». Князь нахмурился, и злобные черты вокруг рта как бы углубились. Потом он опять весело засмеялся и прибавил. «Но к чему это нравоучение?» «Тому лишь прийти к душе. Всякий разумный человек ненавидит, чтобы ему говорили, как он должен поступать, но как он поступать не хочет. Я пришел сюда, чтобы подружиться с вами, если вы этого позволите. Откинемте дальнейшие церемонии. Прошу вас, поедемте со мной в гостиницу, где я остановился и где уже заказал ужин на нас обоих». Я был окончательно очарован его приятными манерами, красивой наружностью и звучным голосом. Насмешливый поворот его мыслей был мне по душе. Я почувствовал, что мы поладим друг с другом, и раздражение, вызванное во мне тем, что князь застал меня в столь бедной обстановке, слегка улеглось. «С удовольствием», — ответил я. «Но сперва позвольте вам объяснить мое положение. Вы уже слышали про мои скверные обстоятельства от моего друга Джона Каррингтона. И я знаю по первому письму, что вы пришли ко мне исключительно под обротеями к Кассердию. Благодарю вас за ваше благое намерение. Вы думали найти несчастного литератора, борющегося за существование под страшным гнетом бедности и неудачи. И два часа тому назад вы были бы правы. Но с тех пор обстоятельства изменились. Я получил известие, радикально повлиявшее на мое положение. Одним словом, сегодня вечером случилось для меня нечто неожиданное и удивительное. «Надеюсь, приятное», — мягко перебил меня князь. Я улыбнулся. «Посудите сами». Я протянул ему письмо нотариуса, извещавшего меня о неожиданном наследстве. Князь быстро просмотрел письмо, потом сложил его и с вежливым поклоном передал его мне. «Пожалуй, мне следует поздравить вас», — заметил он. «Итак, поздравляю вас. Хотя это богатство, которое, по-видимому, удовлетворяет вас, мне лично кажется ничтожным. Без особенного труда вы можете прожить его через каких-нибудь восемь лет, а потому оно не гарантирует вам абсолютную беззаботность. Чтобы быть богатым, действительно богатым, следовало бы иметь миллион в год. Это давало бы право надеяться не покончить свою жизнь в богадельне». Он засмеялся. «Я же глупо уставился на него, не зная, как принять его слова за правду или пустое хвастовство. «Пять миллионов фунтов чистыми деньгами, ничтожество?» Князь продолжал говорить, как бы не замечая моего замешательства. «Неистащимая жадность человека никогда не может быть удовлетворена. Если он не жаждет одного, то жаждет другого. И его вкусы почти всегда дороги. Несколько красивых и легкомысленных женщин быстро избавят вас от ваших миллионов покупкой одних лишь драгоценных камней. Игра на тотализаторе поможет еще быстрее. «Нет-нет, вы не богаты, вы еще бедны. Только ваши нужны не так уж существенны, как прежде. Сознаюсь вам. Я слегка разочарован. Я пришел к вам в надежде помочь кому-нибудь хоть раз в жизни. Роль кормильца восходящего гения меня прельщала. А оказывается, я предупрежден, как всегда. Как это ни странно, тем не менее, это факт. Достаточно мне иметь какие-нибудь намерения по отношению человека, чтобы быть предупрежденным так или иначе. Какая горькая судьба!» Князь остановился и поднял голову, как бы прислушиваясь к чему-то. «Что это?» — спросил он. В соседней комнате скрипач разыгрывал знакомую Ава Марию. Я объяснил ему, в чем дело. «Мрачно, очень мрачно», — сказал он насмешливо, пожимая плечами. «Ненавижу такую скучную музыку». «Ну что же, хотя вы миллионеры, вскоре будете правилом высшего общества, мне кажется, что нет препятствий к предложенному ужину. А потом вывеселительный сад. Что вы на это скажете?» И князь радушно хлопнул меня по плечу, упорно глядя мне в лицо своими удивительными глазами, в которых, казалось, отражались огненные слезы. Его блестящий повелительный взгляд совершенно покорил меня. Я не сопротивлялся странному влечению, тянувшему меня к человеку, с которым я только что познакомился. Это чувство было слишком приятно, чтобы я стал бороться с ним. Одну минуту я начал было колебаться, вспомнив свою истасканную одежду. «Я не пригож для вашего общества, — князь, — сказал я. — Я похож более на бродягу, чем на миллионера». Риманесса взглянул на меня и улыбнулся. «Вы не правы, — воскликнул он, — вы этим не отличаетесь от многих крезов. Только бедняки и гордецы стараются одеться хорошо. Они, шаловливые дамочки, пользуются монополией красивой одежды. Скверно сшитый сюрту в большей части украшает первого министра. Если вы встретите женщину в ужасно некрасивом платье по цвету и по фасону, будьте уверены, что она нравственно занимается благотворительностью и по меньшей мере герцогине. И запахнув свою соболь и шубу, князь медленно встал. «Какое дело нам до сюртука, если карман полон, — продолжал он весело. — Достаточно того, чтобы газеты хоть раз протрубили о ваших миллионах, и уже найдется предприимчивый портной, который выдумает пальто а-ля Тампест, мягко оттененное, как ваше нынешнее пальто в неопределенный зеленый цвет. А теперь пойдемте. Известие вашего нотариуса должно было придать вам хороший аппетит. Или оно не так важно, как вы говорите? Я хочу, чтобы вы отдали должную дань моему ужину. Мой повар всегда ездит со мной, и не хвастаясь могу сказать, что он чрезвычайно искусен. Надеюсь, между прочим, что вы позволите мне оказать вам хоть одну услугу, а именно, пока не уладятся все законные формальности по вашему наследству, позвольте мне быть вашим банкиром. Предложение было сделано с видом такой изысканной деликатности и дружбы, что я не мог не принять его с благодарностью, тем более, что оно выводило меня из временных стесненных обстоятельств. Я написал несколько строк с моей хозяйки, предупреждая ее, что она получит должные ей деньги на следующий день по почте. Потом, засунув рукопись, единственную мою принадлежность, в боковой карман, я потушил лампу и рядом с моим новым другом покинул мою мрачную квартиру и с ней все грустные воспоминания прошлого. Я нисколько не думал, что настанет час, когда время, проведенное мною на этом чердаке, покажется мне счастливейшей частью моей жизни, когда горькая бедность, испытанная мною в то время, будет казаться мне благословением сурового, но святого ангела, приставленного ко мне для указания высшего и благороднейшего пути, когда я буду молиться с отчаянными рыданиями, чтобы только вернуться к своему прежнему нравственному «я». Хорошо ли или плохо, что будущее совершенно скрыто от нас, это трудно разрешимый вопрос. Во всяком случае, в ту минуту мое неведение было счастьем. Я с радостью покинул дом, где испытал только одни неприятности и разочарования и повернул ему спину с чувством несказанного облегчения. Последнее, что я услыхал, когда вышел на улицу, была жалостливая тихая мелодия в минорном тоне, посланная за мной в виде прощального привета незнакомого и невидимого скрипача. Карета князя, запряженная парой кровных вороных рысаков, дождала нас. Лакей, увидав хозяина, открыл дверцы, вежливо приподнял в цилиндр, обшитый золоченым голуном. Я взошел в экипаж, первый по просьбе моего спутника. Откинувшись на мягкие подушки, я до такой степени сознал свою силу, что принял задолженную роскошь, окружавшую меня. Дни моей нужды казались мне уже отдаленными, почти туманными. Голод и счастье совместно владели мной. Я был в каком-то смутном состоянии, вызванном продолжительным отсутствием пищи, и ничто не казалось мне действительным. Я знал, что не пойму значения своего неожиданного счастья, пока не удовлетворю физическую нужду и не стану вновь нормальным человеком. В данную минуту голова у меня кружилась, бессвязные мысли туманили ум, и мне самому казалось, что я жертва какого-то капризного сна, от которого вскоре пробужусь. Карета бесшумно катилась по мостовой, изредка подскакивая на резиновых шинах, и слышен был лишь равномерный топот лошадей. Внезапно в полумраке я заметил огненный взгляд моего нового друга, устремленный на меня с каким-то странным упорством. — Вы еще не почувствовали, что мир у ваших ног? — спросил он полуигриво-полунасмешливо. — Вроде кегельного шара, который ждет, что вы с ним поиграли. Мир такой потешный, и двинуть его так легко. Мудрецы всех веков старались исправить его, но напрасно. Мир продолжает любить самосбродство больше разума. — Это деревянный шар или мяч для тенниса, готовый полететь куда и когда угодно, лишь бы ракета была золотая. — Вы говорите едко, князь, — сказал я. — Но у вас, верно, обширнейший опыт. — Да, — ответил он, не колебляясь. — Мое царство велико. — Вы, значит, владетельное лицо? — воскликнул я в удивлении. — И ваш титул не только почетный? — По понятиям вашей аристократии мой титул почетный, — ответил князь быстро. — Когда я говорю, что мое царство велико, я подразумеваю, что я царствую повсюду, где люди подчиняются богатству. — С этой точки зрения, разве я не прав, утверждаю, что мое царство велико, почти безгранично? — Вы, циник, — сказал я. — Неужели вы не верите, что есть вещи, которых купить нельзя, например, честь и добродетель? Князь презрительно улыбнулся. — Если честь и добродетель действительно существуют, — ответил он, — то они, конечно, не подкупны. — Личный же опыт научил меня, что я могу купить все. Чувства, называемые большинством людей добродетелью и честью, — страшно условны. Стоит предложить должную сумму денег, и они превращаются в нечто другое. Это любопытно. Не правда ли? Все извечайно любопытно. Сознаюсь, однако, что раз я наткнулся на безусловное бескорыстие, но только раз. Пожалуй, я еще раз наткнусь на подобный факт, хотя сильно в этом сомневаюсь. Возвращаясь к себе, прошу вас не думать, что я притворяюсь или представляюсь вам подложным титулом. Я действительно князь и принадлежу более старому и знаменитому роду, чем все ваши аристократы. Но мои владения давно уже распались, и мои подданные разбрелись по разным странам. Анархия, нигилизм и другие политические беспорядки заставляют меня умалчивать о моих делах. Денег счастья у меня сколько угодно. И благодаря им я прокладываю себе путь. Когда-нибудь, когда вы узнаете меня ближе, я ознакомлю вас с историей моей частной жизни. У меня еще несколько титулов и имен, не помеченных на моих визитных карточках. Я сохранил самый простой из них, чтобы избегнуть коверкания моего имени. Мои интимные друзья откидывают титул и просто называют меня Лусио. «Это ваше крестное имя?» — начал было я. Князь перебил меня быстро и сердито. «Совсем нет. У меня нет крестного имени. Да и во всем моем существе вы не найдете ничего христианского». Князь говорил с таким видимым нетерпением, что я не нашелся, что ответить. «Наконец, неужели?» — пробормотал я. Он горько рассмеялся. «Неужели?» «Вот все, что вы сказать могли и нашли. Слово «христианин»? Но оно меня изводит. Во всем мире нет христианина. Вы не христианин. Никто не христианин в действительности, хотя многие притворяются, что они христиане. И одним этим богохульством делают больше зла, нежели злейшие и спадших духов. Я же вовсе не притворяюсь. И у меня одна только вера». «Какая глубокая и ужасная вера», — сказал князь внушительным тоном. «Но важно то, что это истинная вера, неопровержимая, как проявление природы. Но об этом мы поговорим потом, когда будет чувствовать себя в мрачном настроении. А теперь мы приехали. Единственная забота нашей жизни — это забота многих. Это как можно лучше поужинать?» Карета остановилась, и мы вышли. Увидав знакомых рысаков с серебряными приборами, швейцар и двое других служащих бросились нам навстречу. Князь прошел мимо них без всякого внимания и обратился к скромно одетому в черном человеку, его коммердинеру, приветствовавшему его с низким поклоном. Я пробормотал свое желание нанять комнату в гостинице. «Мой человек сделает все нужные распоряжения», — сказал князь. «Гостиница не полна. Во всяком случае, лучшие номера еще свободны. И вы, конечно, займете лучшие». Лакей гостиницы, смотревший на меня до тех пор с тем бесцеремонным презрением, которое служащие всегда выказывает тем, которых они считают бедными, услыхав слова князя, низко поклонился мне. Чувство отвращения владело мною, нелишенное, однако, и торжества. Лицемерное поведение этого человека было лишь отражением того, что делается в воспитанном обществе. Ибо там достоинство человека основано на тех же лакейских мнениях и зависит лишь от его денежного положения. Если вы бедный и одеваетесь скверно, вас отвергают. Но если вы богатый и вы можете одеться как угодно, вас все-таки повсюду принимают, за вами ухаживают, вам льстят, несмотря на то, что вы, пожалуй, пошлый дурак или первой руки мошенник. Смутно передумывая все это, я последовал за моим новым другом. Князь занимал почти весь клигель гостиницы, состоящей из большой гостиной, столовой и кабинета, роскошно меблированных и расположенных ансвит. Кроме того, была еще спальня, ванная, уборная и еще несколько комнат для его коммердинера и двух лакеев. Стол был уже накрыт к ужину и блестел хрустальными стаканами, богатым серебром и старинным фарфором. Роскошные корзинки цветов и фруктов также украшали его. Мы уселись. Коммердинер князя исполнял роль бусетчика. При ярком электрическом освещении я заметил, что у него было темное зловещее лицо с отталкивающим выражением. Что касалось исполнения его служебных обязанностей, он был незаменим, действуя быстро, внимательно и почтительно, так что я даже стал себя упрекать за то, что инстинктивно возненавидел его. Его звали Амиелом. Я невольно стал следить за его движениями бесшумными и мягкими, напоминавшими вкрачивые приемы кошек и тигров. Ему помогали еще двое служащих, его подчиненных, не менее его ловких и выдержанных. Я обратил свое внимание на ужин и решил, что никогда не ел ничего столь пикантного и вкусного. Вина также были превосходные, и даже знаток должен был бы преклониться перед их качеством. Я чувствовал себя совершенно свободно и начал говорить откровенно и доверчиво, так как сильное влечение, которое я уже чувствовал к моему новому другу, усиливалось с каждой минутой. — Вы все-таки будете продолжать заниматься литературой, несмотря на то, что получили маленькое состояние? — спросил князь, когда ужин пришел к концу. И Амиел, поставив перед нами великолепный коньяк и чудные сигары, почтительно удалился. — Она еще привлекает вас? — Конечно, — ответил я. — Хотя бы только забавы ради. Видите ли, с деньгами я могу создать себе имя, не обращая внимания на публику. Ни одна газета не отказывается печатать заплаченных объявлений. — Неопровержимая истина. Но вдохновение может изменить вам и не подчиниться пустой голове и туго набитому кошельку. — Это замечание раздражило меня. — Вы считаете, что у меня пустая голова? — спросил я с досадой. — Не теперь, но, дорогой темпест, не позволяйте такайскому вину, который мы только что выпили, или коньяку, который мы еще должны выпить, отвечать за вас так стремительно. — Уверяю вас, я не считаю вас легкомысленным. Наоборот, судя по тому, что я слышал о вас, ваша голова полна идей превосходных, оригинальных, но в которых, к сожалению, условная критика не нуждается. Но вопрос в том, будут ли эти мысли продолжать рождаться в вашем уме, или полный кошелек заставит их исчезнуть? Вдохновение и оригинальность мыслей редко сопровождают миллионера. В данном случае я могу ошибиться, надеюсь, что я ошибаюсь. — Но почти всегда бывает так. Тогда на долю восходящего гения выпадают мешки с золотом, Бог покидает его, и сатана вступает в свои права. Неужели вы не слыхали этого раньше? — Никогда, — ответил я, улыбаясь. Ну, конечно, это пустые слова, в особенности в наше время, когда не верят ни в Бога, ни в дьявола. Подразумевается, однако, что надо выбрать между высшей ступенью, то есть гением и низшей деньгами, нельзя одновременно ползать и летать. Большие деньги не могут заставить человека ползать, — сказал я. Наоборот, они лишь могут укрепить его способности и поднять его до самых больших высот. — Вы думаете, — заметил князь, с озабоченным видом зажигая сигару, в таком случае вы мало изучали то, что я назову природной психикой. То, что от земли, притягивает к земле. Вы не можете этого не понять. Золото первоначально принадлежит земле. Оно выкапывается из земли и превращается в толстые тяжелые слитки. Одним словом, это существеннейший металл. Гений принадлежит неизвестно чему. Нельзя ни выкопать его, ни передать его, а только преклоняться перед ним. Это редкий гость, своенравный, как ветер, переворачивающий беспощадно общепринятые условия жизни. Гений, как я говорил вам, нечто высшее, не имеющее ничего общего с земными вкусами и заботами. А деньги, положительные преимущества, притягивающие вас невольно к земле, где вы и остаетесь. Я засмеялся. Вы красноречиво громите богатство, сказал я. Но вы сами необычайно богаты. Неужели вы сожалеете об этом? Нет, я об этом не сожалею. Это было бы бесполезно. А я не люблю тратить времени по-пустому, но я говорю вам правду. Гений и несметное богатство редко идут рука об руку. Например, я. Вы не поверите, какие у меня были способности в былое время, когда я еще не был хозяином самого себя. Но я уверен, что они у вас и теперь, заметил я, глядя на его красивые головы и умные глаза. Странная, необъяснимая улыбка, замеченная мной еще раньше, вновь озарила его лицо. Вы хотите сказать, что моя внешность вам нравится? Она нравится многим. Но дело в том, что как только детство проходит, мы притворяемся быть другими, чем мы есть. И благодаря долгой практике, в конце концов, наша обложка очень удачно скрывает наше настоящее «я». Это очень умно. И теперь люди превратились в какие-то телесные стены, через которые ни враг, ни друг ничего не увидят. Каждый человек сам по себе одинокая душа, заключенная в клетку собственного изделия. Когда он наедине, он знает и ненавидит себя, иногда даже он страшится ужасного изверга, скрывающегося под привлекательной внешней маской, и спешит забыть о нем, окунаясь в одурманивающее пьянство и разврат. «Я делаю это часто. Вы этого не подозревали?» «Никогда», — ответил я быстро. В его голосе звучали трогательные нотки. «Вы клевещите на самого себя и обвиняйте себя напрасно». Лусио мягко засмеялся. «Может быть», — сказал он небрежно, «одному вы можете верить, что я не хуже большинства людей». «Но вернемся к вопросу о вашей литературной карьере. Вы написали книгу, не правда ли?» «Издайте ее и посмотрите, каков будет результат. Если первая ваша книга будет пользоваться успехом, это достаточно, а способы всегда найдутся для обеспечения успеха». «В чем суть вашего романа?» «Надеюсь, он неприличен?» «Нисколько», — ответил я. «Роман трактует лишь о благороднейших сторонах жизни и высших стремления, я написал эту книгу с намерением очистить и возвысить моих читателей и их мысли и одновременно старался утешить опечаленных и тоскующих». Ремонесс улыбнулся и посмотрел на меня с жалостью. «Не годится», — воспикнул он. «Уверяю вас, что это не годится. Ваш роман не удовлетворяет требований нашего времени. Пожалуй, он сойдет, если вы устроите вечер для всех критиков и угостите их хорошим ужином с неограниченным числом лучших вин. Иначе не ожидайте успеха. Для успеха вовсе не нужно гоняться за высшими идеалами. Надо просто быть неприличным, но только настолько, насколько это допускают передовые женщины, а границ у них почти не существует. «Пишите побольше о любовных отношениях. Одним словом, говорите о мужчинах и женщинах, как бы вы говорили о скотине, существующей исключительно для приплода, и ваш успех будет поразительный. Ни один критик не посмеет не похвалить вас, а пятнадцатилетние девушки будут зачитываться вашим романом в тишине своих девственных спален». И глаза князя блеснули таким огнем безграничного презрения, что я ужаснулся и не знал, что ответить. Он же продолжал. «Как могло вам прийти в голову, мой милый темпест, писать о высших стремлениях жизни? В этом мире нет больше места для высших ваших стремлений. Все пошло и материально. Человек пошел, и его стремления ничтожны, как он сам. А для высших форм жизни ищите других миров. Они ведь существуют. Кроме того, люди не ищут чистых мыслей в романов, которые они читают для удовольствия. Для этого они идут в церковь и там скучают. И зачем вам утешать людей, страдающих из-за собственной вины и глупости? Вас никто утешать не станет, никто вам грильника не даст, чтобы спасти от голодной смерти. Мой добрый друг, откиньте ваше домкиходство одновременно с вашей бедностью. Живите для себя. Если вы будете жить для других, то вы встретите лишь черную неблагодарность. Последуйте моему совету и ни под каким видом не жертвуйте своими личными интересами. И, кончив свою фразу, князь встал из-за стола и повернулся спиной к пылающему камину, продолжая спокойно докуривать сигару. Я посмотрел на его изящные станы, красивое лицо с первым, чуть заметным, оттенком недоверия. Если бы вы не были так удивительно хороши собой, я бы сказал, что вы бессердечны, сказал я наконец. Но черты вашего лица противоречат вашим словам. В действительности вы не так равнодушны к человечеству, как кажетесь. Весь ваш вид выражает благородство, которое вы не в силах победить, даже если бы вы этого хотели. К тому же, разве вы не стараетесь всегда делать добро? Он улыбнулся. Да, всегда. То есть я стараюсь удовлетворить желанием людей. Но хорошо ли это или дурно, еще не доказано. Нужды людей почти безграничны. Единственное, чего они, кажется, до сих пор не желают, это прекратить знакомство со мной. Конечно, нет. Разве они встретили вас? Да это невозможно. Воскликнул я и засмеялся до такой степени, и его предположение показалось мне смешным. Князь посмотрел на меня из-под лобья. Желания людей не всегда нравственные, заметил он, стряхнув в пепел сигары в камин. Но вы, конечно, не поощряете их пороков, возразил я, все еще смеясь. Это было бы чересчур точное исполнение роли благодетеля. Я вижу, что мы заблудимся в теоретических штинах. Если станем дольше рассуждать, сказал он, вы забываете, милый друг, что никто не может решить окончательно, что добродетель и что порог. Это вещи условно, и как хамелеоны в разных странах принимают разные цвета. У Авраама были две или три жены и столько же содержанок, а в Ветхом Завете он пользуется репутацией праведного. Лорд в Лондоне имеет одну жену и несколько содержанок, и в других отношениях очень похож на Авраама, а его считают за безнравственного человека. Кто решит этот вопрос? Лучше переменить разговор, так как мы никогда ни к какому заключению не придем. Как нам провести вечер? В теволе танцует толстая, хитрая девушка, забравшая в свои тенеты одного известного старого герцога. Не пойти ли посмотреть, какими телесными вывертами она старается создать себе солидное положение в английской аристократии? Или вы устали и предпочитаете улечься спать? Откровенно говоря, я страшно устал и умственно, и физически, благодаря необыкновенным волнениям дня. Голова тоже отяжелела от вина, к которому я не привык. Сознаюсь, что я предпочел бы постель всякому удовольствию, пробормотал я. Но как насчет комнаты? Амиел верно уже позаботился об этом, надо спросить его, сказал князь и позвонил. Коммердинер немедленно явился. Вы приготовили комнату для мистера Темпеста? Да, ваше сиятельство, номер в этом коридоре почти напротив комнат вашего сиятельства. Он не так мемблирован, как бы это было желательно, но я употребил все усилия, чтобы устроить его по возможности удобнее. Благодарю. Я вам очень признателен. Амиел, почтительно поклонившись, удалился. Я подошел к князевству, чтобы пожелать ему доброй ночи. Он взял мою протянутую руку и, держа ее в своей, упорно посмотрел на меня, как бы чего-то допытывался. «Я полюбил вас, Джеффри Темпест, сказал он наконец. Но именно потому, что я полюбил вас и думаю, что в вашей душе есть другие задатки, кроме животных и плотских, я сделаю вам довольно оригинальное предложение. А именно, если я не нравлюсь вам, скажите это теперь, и мы расстанемся сейчас же, пока мы еще не успели ближе познакомиться, постараюсь не встречать вас больше на жизненном пути, разве только если вы сами отыщите меня. Если же наоборот я нравлюсь вам и вы чувствуете в моем умственном направлении нечто родное, то обещайте быть моим другом и постоянным товарищем по крайней мере на несколько месяцев. Я могу ввести вас в высшее общество, представить первым красавицам Европы и познакомить с самыми блистательными мужчинами. Я знаю всех, так что могу быть полезным. Но если вы чувствуете в глубине вашей души малейшее ко мне отвращение... Князь приостановился, потом продолжал необычайно торжественным тоном. Во имя Всевышнего не противьтесь этому и оставьте меня. Клянусь вам, что я не такой, каким кажусь. Глубоко потрясенный его странными словами и внушительным тоном, я остался одну минуту в колебании. И от этой минуты, если бы я только знал тогда, зависело все мое будущее. Действительно, я почувствовал раньше тень недоверия, почти отвращение к этому очаровательному, но циничному человеку. И оно, и он это заметил. Но теперь все подозрения исчезли сразу, и я сжал его руку в приливе удвоенного радушия. Мой милый друг, ваше предостережение опоздало, воспикнула я весело. Кто бы вы ни были, каким бы вы ни казались в собственных глазах, я нахожу вас крайне симпатичным и себя, осчастливленным вашим знакомством. Мой старый друг Карингтон действительно услужил мне, устроив нашу встречу. Уверяю вас, что я горжусь вашей дружбой. Вы на себя клевещите и испытываете в этом какое-то наслаждение. Но вы знаете старинную пословицу «Черт не так черен, как его молюют». «Это правда», задумчиво прошептал князь. «Бедный черт, его недостатки преувеличены». «Ну, итак, мы будем друзьями. Надеюсь, я первый не нарушил этого дружеского договора». Темные глаза князю устали на меня пытливо и в глубине их сверкнуло нечто вроде насмешки. На следующее утро я узнал, что его сиятельство, так называли князя Римонез в гостинице, совершал утреннюю прогулку верхом в парке, а потому мне пришлось выпить утренний кофе наедине. Я пошел для этого в общую столовую гостиницы. Мне прислуживали с удивительной предупредительностью, несмотря на мою затасканную одежду, с которой до сих пор я расстаться не мог, так как перемены у меня не было. В котором часу я изволю завтракать? В котором часу обедать? Оставляю ли я за собой комнату, где я провел ночь? Или, может быть, она неподходящая? Не приготовит ли мне апартамент вроде того, который занимает его сиятельство? Все эти подобострастные вопросы сперва удивили, потом забавили меня. Какое-то тайное агентство очевидно уже распространило слух о моем несметном богатстве. И вот каков был результат. Я ответил, что пока мои действия мне самому неизвестны, непонятны. Через несколько часов я дам положительные приказания, а пока оставляю комнату за собою. Выпив кофе, я вышел с намерением навестить своих поверенных. Но в ту же минуту, когда я уже нанимал извозчика, я увидел своего нового приятеля, возвращающегося с прогулки. Князь был верхом на великолепной кобыле с огненными глазами и твердыми мускулами. Видно было, что седок только что остановился после голопа. Недостаточно, однако, чтобы утомить свою лошадь. Она кружилась и вертелась между экипажами и телегами. Но Риманес, безусловно, владел ею. Если князь показался мне красавцем накануне вечером, то он еще более понравился мне при дневном свете. Легкий румянец оживлял бледность его лица, и глаза блестели, радостно оживленные утренним упражнением. Я подождал приближение князя рядом с Амиелом, вышедшим на крыльцо, как раз в то время, когда подъехал его хозяин. Риманес улыбнулся, увидев меня, и тронул свою шляпу хлыстом в знак приветствия. «Вы долго спали, темпес», сказал он, соскакивая с лошади, бросая уздечку, ехавшему за ним конюху. «Завтра вы должны поехать со мной присоединиться к бригаде печени, как прозвали модных утренних ездаков. В былое время считалось неприличным говорить о печени и о других внутренних органах вашего существа, а теперь, наоборот, мы испытываем некоторого рода наслаждение, когда говорим о наших недугах, болезнях и медицинских приемах. А в бригаде печени вы встретите сразу всех интересных молодых людей, продавшихся дьяволу ради золотого тельца, людей, обедавших до изнеможения и потом ездивших на горячих лошадях для Мациона. Кстати, я нахожу, что лошади слишком благородные животные для столь мерзкой ноши, надеясь очистить свою испорченную кровь от яда, которую они сами влили в нее. Все думают, что я принадлежу к их числу, но они жестоко ошибаются. И князь погладил свою кобылу раньше, чем коних успел отвезти ее. «Зачем же вы едете с ними?» спросил я, улыбаясь и искренне любуясь его прекрасным сложением и гордым станом, казавшимся еще величественнее в верховом костюме. «Это же ходячий обман!» «Вы правы», ответил князь небрежно, «но не я один обманываю ближних в Лондоне. Куда вы собираетесь?» «К поверенным, от которых я получил вчера письмо, Бентам и Эллис, это имя их фирмы. Раньше я повидаюсь с ними, чем раньше, тем лучше, не правда ли?» «Да, пожалуй, а однако подождите», и князь притянул меня к себе, «необходимо, чтобы вы были при деньгах. Лучше не спрашивать у них денег вперед. Право, нет надобности объяснять этим представителям закона, что вы находились накануне голодной смерти, когда получили извещение на следствие от них. «Возьмите мой бумажник, ведь вы обещались позволить мне быть вашим банкиром. А по дороге вам следовало бы зайти к хорошему портному и принарядиться. Итак, до скорого!» И князь быстро удалился. Я поспешил за ним, тронутый его предупредительностью и добротою. «Подождите, Луфио, подождите!» Я в первый раз назвал его по имени. Князь остановился как вкопанный. «Ну, что же?» Спросил он, глядя на меня с удивленной улыбкой. «Вы не даете мне времени говорить», ответил я шепотом. Мы стояли в коридоре гостиницы и я не хотел, чтобы посторонние слышали нашего разговора. «Дело в том, что у меня деньги есть, или скорее, что я могу их сейчас достать. Корингтон прислал мне чек в 50 фунтов. Я забыл вам сказать об этом. Это крайне мило с его стороны. Возьмите по крайней мере чек в виде гарантии. Кстати, сколько денег в бумажнике?» «Пятьсот фунтов бумагами и золотом», ответил князь кратко. «Пятьсот?» «Мой добрый друг, это слишком много. Ну, к чему мне такая сумма?» «Лучше иметь слишком много, чем слишком мало», засмеялся Риманес. «Дорогой Темпес, не делайте из этого какое-то афердете. Пятьсот фунтов сущей безделицы, вы можете чек. Я совсем не уничтожен его щедростью, принимая в соображение, что несколько дней до моего отъезда из Австралии на его доли выпала руда, стоящая минимум миллион. Я принял это известие с удивлением и даже с некоторым негодованием. Открытая великодушная натура моего старого товарища внезапно омрачилась в моих глазах, отчего он не рассказал мне про свой неожиданный успех. Или он боялся, что я буду надоедать ему обидеть. Должно быть, эти мысли выразились у меня на лице, так как Риманес зорко глядя на меня наконец сказал. Он не известил вас о своем неожиданном счастье? Это не по-дружески. Но я вам уже говорил вчера вечером, что богатство часто портит человека. Я убежден, что Карингтон не хотел меня обидеть, заговорил я быстро. Он верно напишет в своем последующем письме об этом. А что касается ваших пятисот фунтов, оставьте их у себя, прервал меня Лусио с нетерпением. Какое там обеспечение? Разве я не имею вас в виде обеспечения, вас самих? Я засмеялся. Конечно, я солидная гарантия, да к тому же я не собираюсь и бежать. Бежать от меня, повторил князь, окинув меня не то добрым, не то холодным взглядом, не думаю. И небрежно махнув рукой, он удалился. Я положил бумажник в карман, нанял извозчика и покатил в Азингам стрит, где помещались мои поверенные. Приехав в контору, я велел доложить о себе и был немедленно принят двумя маленькими людьми в порыжелых сертуках. Они были представителями фирмы. По моей просьбе они послали секретаря уплатить и отпустить моего извозчика. А между тем я вынул из бумажника Лусева 10 фунтов бумажку, прося их разменять ее. Они взяли за это с удовольствием и мы сразу приступили к делу. Мой умерший родственник, которого я совсем не помню, но который, как оказалось, видал меня сиротой на руках моей няньки, оставил мне вещей и драгоценных камней. Его завещание было составлено столь ясно и просто, что не давало повода никаким недоразумениям. И мне объявили, что через недели или десять дней все формальности будут окончены и я стану неоспоримым владельцем огромнейшего наследства. «Вы удивительно счастливый человек, мистер Темпест», сказал старший представитель фирмы мистер Бентам, складывая документы, которые мы только что разобрали. Ваши годы это великолепное наследство может быть величайшим для вас благом или величайшим проклятием. Заранее сказать нельзя. Владение таким несметным богатством налагает большую ответственность. Это замечание со стороны исполнителя закона, позволявшего себе делать нравственные выводы из моего положения, забавило меня. Многие были бы очень рады взять на себя эту ответственность и поменяйся со мной, сказал я небрежно. Вы сами, например? Я прекрасно понимал, что мои слова неуместны, но сказал их нарочно, чувствуя, что мистер Бентам не имел никакого права напоминать мне об ответственности богатства. Однако он не обиделся и только искоса посмотрел на меня с видом ученого ворона. «Нет, мистер Темпес, нет», ответил он сухо, «я не пожелал бы поменяться с вами. Я очень доволен своим настоящим положением. Мой мозг соединяет капитал, приносящий достаточное просветание для всех нужд. Жить удобно и честно, вот все, что я требую от судьбы. Я никогда не завидовал богатству». «Мистер Бентам философ», заметил его товарищ Шелест. «В нашем звании мистер Темпес мы видим такие неожиданные повороты жизни, следя за изменчивой судьбой наших клиентов. Мы невольно учимся урок удовольства». «Это урок, с которым до сих пор я совладеть не мог», ответил я весело. «Сознаюсь, однако, что в данную минуту я вполне доволен». Они оба ответили мне вежливый поклон, а мистер Бентам подал мне руку. «Теперь, когда дело окончено, позвольте мне поздравить вас», прибавил он учтиво. «Конечно, если впоследствии вы пожелаете передать ваши дела в другие руки, мой компаньон и я мы немедленно устранимся. Ваш покойный родственник питал к нам неограниченное доверие». «Так же, как и я, уверяю, вас перебил я стремительно. Пожалуйста, возьмите на себя труд вести мои дела так, как вы это делали для усопшего и заранее прошу вас верить моей глубокой признательности». Они оба опять поклонились и на этот раз мистер Эллис тоже пожал мне руку. «Мы сделаем все возможное, мистер Кемпес, не правда ли, Бентам?» Бентам серьезно кивнул головой. «А теперь, как вы думаете, Бентам сказать или не сказать?» «Может быть», ответил Бентам синтезиозно, «Лучше было бы сказать». Я посмотрел на одного и на другого, не понимая, чего они добиваются. Наконец, мистер Эллис, нервно потирая себе руки с нерешительной улыбкой, решился объясниться. «Дело в том, мистер Кемпес, что вашего покойного родственника у него была какая-то странная болезнь. Он был умный и рассудительный человек, но если бы он продавал лжи, то кончил бы сумасшествием. Это было бы крайне нежелательно, так как помешало бы ему столь разумно распорядиться со своим состоянием. К счастью для вас и для него, он совладел со своей идеей и до последнего своего дыхания сохранил в целости всю свою деловитость и прямолинейность. Но тем не менее эта идея ни минуты не покидала его. Не правда ли, Бентам? Бентам глубокомысленно посмотрел на черное пятно, украшавшее потолок над газовым рожком. Да, да, вздохнул он, я думаю, что наш клиент был вполне уверен в правильности своего убеждения. Но в чем же суть, воскликнул я в раздражении. Что же, он, может быть, хотел получить патент на какое-нибудь изобретение, вроде усовершенствованного летательного аппарата, на которое пришлось пожертвовать все свое состояние? Нет, нет, и мистер Элли засмеялся над неправдоподобностью моего предположения. Нет, дорогой сэр, механические коммерческие дела не прельщали его. Старик был слишком, как бы это выразить, слишком настороже перед всяким прогрессом, чтобы тратить деньги на новшество. Видите ли, мне не совсем удобно передать вам то, что в действительности было лишь фантастической выдумкой нервного человека? Но, откровенно говоря, мы сами не знаем, как он нажил свое огромное состояние, не правда ли, Бентам? Бентам медленно покачал головой, сложивши губы в трубочку. Он поручал нам большие суммы и советовался насчет наилучшего помещения их, и нам было безразлично, откуда явились эти суммы, не так ли, Бентам? Бентам вторично склонил голову. Ну, нам поручали деньги, повторил Элис, нежно прикладывая концы своих пальцев один к другому, и мы старались заслужить доверие, действуя с умеренностью и преданностью, и только несколько лет после того, как мы начали заниматься его делами, ваш подстенный родственник открыл нам свое странное ошибочное убеждение, которое вкратце сводилось к следующему. Наш клиент будто бы продался дьяволу, и сыной этой сделки было его это огромное состояние. Я разразился неудержимым смехом. Какая глупость, воскликнул я, несчастный. Он верно страдал расслаблением мозга, или, может быть, просто говорил аллегорически. Не думаю, ответил мистер Элис полувопросительно, и не переставая гладить себе руку. Не думаю, чтобы наш клиент употреблял выражение «продать ся дьяволу» в переносном смысле. Не так ли, мистер Бентам? Я убежден, что нет, сказал Бентам серьезно. Он говорил о сделке как о настоящем, совершившемся факте. Я засмеялся, но в этот раз уже не так весело. «Что же, мало ли фантазий бывает у людей, ничего нет удивительного, что еще существуют лица, верующие в черта, но для человека вполне рассудительного». «Да, да», прервал меня Элис, «ваш родственник, мистер Темпес, был вполне рассудительный человек, единственная непонятная его идея была именно эта». «Может быть, и не стоило бы об этом говорить?» «Хотя с другой стороны, мистер Бентам верно согласится со мною, все-таки лучше, что мы откровенно высказались». «Это для нас большое облегчение», прибавил мистер Бентам. Я улыбнулся, встал и простился с обоими чудаками. Они поклонились мне одновременно, совместная жизнь и работа превратили их чуть ли не в близнецов. «До свидания, мистер Темпес», сказал Бентам. «Будьте уверены, что мы будем следить за вашими интересами так же усердно, как мы следили за интересами покойника. Если при случае вам захочется с кем-нибудь посоветоваться, мы всегда к вашим услугам. Позвольте вас спросить, не угодно ли вам взять немного денег вперед?» «Нет, благодарю вас», ответил я и мысленно поблагодарил князя за то, что он поставил меня в столь независимое положение. Я вполне не обеспечен. Мой ответ, кажется, удивил поверенных, хотя они виды не подали. Они записали мой адрес и послали своего помощника открыть мне дверь. Я дал ему диней 10 рублей, прося его выпить за мое здоровье, на что он радостно согласился. Потом побрел пешком, стараясь верить, что я не во сне и действительно владею пятью миллионами фунтов. Завернув за угол, я нечаянно наткнулся на того самого редактора, который накануне возвратил мне мою рукопись. Алло, воспикнул он, уедав меня. Алло, повторил я. Куда вы, продолжал он, неужели вы еще стараетесь поместить ваш злосчастный роман? Поверьте мне, дорогой добрый друг, он никуда не годится. Нет, годится, ответил я спокойно. Я намерен ждать его и сдать его сила небесная. Да это будет вам стоить шестьдесят, семьдесят, пожалуй, сто фунтов. А мне все равно, даже если это будет стоить и тысячу. Лицо редактора вспыхнуло, и глаза удивленно расширились. Я думал, простите меня, проговорил он, заикаясь, я думал, что насчет денег у вас по малости. Мое положение изменилось, ответил я сухо. Растерянный вид моего собеседника и удивительный переворот в моей судьбе, к которым я еще никак не мог привыкнуть, так повлияли на меня, что я не мог удержаться и засмеялся громко, почти истерично. Редактор испуганно оглянулся, как бы желая незаметно улизнуть. Я схватил его за руку. Послушайте, сказал я, стараясь пересилить свою истерическую веселость. Я не сошел с ума, не думайте этого. Я просто миллионер. И я опять неудержимо расхохотался. Положение казалось мне чересчур смешным. Но почтенный издатель, по-видимому, действительно был испуган до такой степени, что я сделал над собой усилие и успокоился. Даю вам честное слово, что я не смеюсь. Это сущая правда. Вчера вечером я нуждался в обеде, и вы, как добрый малый, предложили меня накормить. Сегодня у меня пять миллионов фунтов стерлингов. Не смотрите на меня так удивленно, а то с вами сделается удар. Как я уже докладывал вам, я теперь издам свою книгу на собственный счет, и она будет пользоваться успехом, за это я вам ручаюсь. Я не шучу, я говорю серьезно и непоколебимо, как сама судьба. Теперь, сейчас, в моем бумажнике больше денег, чем нужно, чтобы напечатать мой роман. Я выпустил руку редактора. Он отшатнулся, изумленный и одураченный. Боже мой, пробормотал он, это похоже на сон. Я никогда ничем не был так поражен, как этим известием. Не я, сказал я, с трудом удерживаясь от второго припадка хохота. Но странные вещи случаются не только в сказках, но иногда и в действительности. И книга, отвергнутая строителями, я хочу сказать, шкисами, будет угольным камнем строения или успехом настоящего сезона. Что вы возьмете, чтобы издать ее? Возьму я? Вы хотите, чтобы я издал ее? Да, конечно, отчего же нет? Если я предлагаю вам заработок, неужели стаи оплаченных вам из часов могут помешать вам принять его? Вы не раб, и мы живем в свободной стране. Я знаю, кто занимается приемом рукописи в вашей конторе. Старая дева пятидесяти лет, никем не любимая и никому не нужная. Бездарный литератор, изливающий свои желчь в едких заметках на полях даровитых сочинений. Скажите мне, во имя всех святых, зачем вы доверяете таким некомпетентным лицам? Я заплачу вам за издание, какую хотите высокую цену, и еще набавлю в виде признательности за ваш покладистый нрав. Ручаюсь вам, моя книга не только создаст мне славу как автору, но и вам как издателю. Я буду рекламировать ее вовсю и подкуплю всех критиков. Все в мире возможно, когда есть деньги. Подождите, подождите, перебил меня редактор. Все это так неожиданно, дайте мне возможность обдумать. Даю вам один день на размышления, перебил я, но не секунды больше. Если вы не согласитесь, то я найду кого-нибудь другого, и он наживется вместо вас. Вот и вся разница. А пока доброе утро. Редактор стремительно бросился за мной. Остановитесь! Вы говорите так странно, так дико почти бессвязно. У вас голова совсем скружилась. Да, но закружилась в хорошую сторону. Боже мой! И он мягко улыбнулся. Вы не даете мне времени поздравить вас. Поздравляю вас от всей души. И он сильно сжал мне руку. А что касается книги-то на самом деле, в ней нет крупных недостатков. Некоторые рассуждения слишком резкие, навряд ли понравятся публике. Вот и все. Домашний скандал составляет в наше время самый благодарный сюжет. Но я подумаю и пришлю вам ответ. Куда прикажете? В гранд отель, ответил я, забавляясь внутренним его замешательством. Я знал, что в голове он уже прикидывал цены и размышлял, сколько можно быть с меня стянуть для удовлетворения моего литературного увлечения. Зайдите сами, приходите просто обедать или завтракать. Только предупредите меня, а то рискуете меня не застать. Помните, я даю вам срок до завтрашнего. В этот промежуток времени вы должны сказать решительное «да» или «нет». С этими словами я оставил редактора, тупо смотревшего мне вслед, как будто какое-то невиданное чудовище упало с неба к его ногам. Я продолжал свой путь, внутренне смеясь минувшему разговору, пока удивленные лица встречающихся мне людей не заставили меня прийти в себя и скрыть волновавшие меня мысли. Я шел быстро, и благодаря этому мое возбуждение улеглось. Я вошел в нормальное состояние флегматичного англичанина, считавшего верхом неприличия выказывать какие-либо чувства. Я употребил остальные часы утра на покупку готового платья, которое на счастье пришлось мне в пору и дал самый обширный заказ самому дорогому портному Лондона, обещавшему выполнить все скоро и аккуратно. После этого я послал хозяйке моей бывшей квартире должные ей деньги с придачей пяти фунтов в виде благодарности за ее долготерпение и доброту, пока я проживал в ее мрачном доме и в очень веселом настроении духа, подводренный моим обновленным платьем, я вернулся в Гранд Отель. Встретивший меня Лакей с подобострастной учтивостью доложил мне, что его сиятельство дожидает меня к завтраку в своих апартаментах. Я направился туда и застал моего нового друга одного в своей роскошной гостиной. Он стоял в полном освещении среднего окна и держал в руках длинную стеклянную коробку, на которую смотрел с почти любовной заботливостью. «Ах, Джеффри, вот и вы!» поскликнул он. «Я надеялся, что вы покончитесь делами до завтрака и поджидал вас». «Хересчур внимательно с вашей стороны», ответил я обраданно тем, что он назвал меня по крестному имени. «Что у вас в руках?» «Один из моих любимцев», ответил Лусила с легкой улыбкой. «Вы, верно, никогда ничего подобного не видали». Я подошел ближе, чтобы рассмотреть ящичек. Он был продоблен дырочками для свободного обмена воздуха. На дне лежало насекомое с яркими крыльями, раскрашенными всеми цветами радуги. «Оно живое?» спросил я. «И живое, и до известной степени разумное», ответил Риманес. «Я кормлю его, и оно знает меня. Это все, что можно сказать о цивилизованных существах, не так ли? Люди признают лишь тех, кто кормит их. Насекомое вполне ручное и дружелюбное, как видите». И открыв ящик, Луся бережно протянул свой указательный палец. Блестящее тело паука заискрилось отливами опала. Яркие крылья медленно раскрылись, и насекомое поднялось и прицепилось к руке своего покровителя. Князь высоко поднял его и легко размахивая рукой воскликнул. «Лети, маленький дух, лети и вернись ко мне!» Жук поднялся к потолку, потом начал кружиться. Своим блеском он напоминал чудный драгоценный камень. Я следил за ним с восторгом. Совершив несколько кругов, насекомая вернулась к своему владельцу и села ему на руку, не пытаясь больше летать. «Одно общее место гласит, что посреди жизни кроется смерть», произнес князь, мягко устремив свои темные глаза на блестящие крылья своего любимца. На самом деле это сказание не вполне правильно. Лучше было бы сказать, что посреди смерти кроется жизнь. Это маленькое существо, редкое и любопытное произведение смерти и не единственное в своем роде. Другие находились в тождественных условиях. Я завладел этим насекомым довольно странным образом. Если вам не скучно, то расскажу, как было дело. Наоборот, поторопился я сказать, не отрывая глаз от странного маленького существа, переливавшегося всевозможными радужными красками. Луся взглянул на меня, а потом приступил к своему рассказу. Вот как это случилось. Я присутствовал при открытии гроба египетской мумии. По ее талисманам мы узнали, что это принцесса царской крови. Несколько замечательных украшений были привязаны к ее шее, а на груди лежал кусок битого золота, толщиной приблизительно в вершок. Все тело было обернуто бесконечным количеством надушенных простыней. Когда их сняли, то оказалось, что мясо между грудями протлело, и в дыре, образовавшейся от разложения, было найдено это самое насекомое, полное жизни и блестящее, как теперь. Я невольно вздрогнул. Ужасно, сказал я, сознаюсь на вашем месте, я не мог бы приручить существо, найденное при таких отвратительных условиях. Я убил бы его. Князь продолжал на меня смотреть упорно и пытливо. Зачем, сказал он наконец, «Боюсь, мой дорогой Джеффри, что вы не интересуетесь наукой. Убить несчастное существо, которое умудрилось найти жизнь в самой смерти, было бы чересчур жестоко, не правда ли? Для меня это никому неизвестное насекомое служит драгоценным доказательством, если бы я нуждался в нем, неразрушимости начал сознательного существования. Это маленькое существо имеет и глаза, и остальные чувства, обоняние, осязание, вкуса и слуха. И все это совместно с маленькой дозой разума. Оно приобрело от тела умершей женщины, которая жила, любила и грешила более четырех тысяч лет тому назад». Луся пристановился, потом начал опять. «Все-таки я должен сознаться, что считаю это насекомое за нечто злое, уверяю вас, хотя это не мешает мне любить его. На самом деле у меня иногда самые фантастические понятия. Я готов верить в переселение душ и тешу себя мыслью, что у египетской принцессы, гроб которой мы раскрыли, была злостная блестящая душа, которая и переселилась в это самое насекомое. Холодная дрожь пробежала по моему телу. Я посмотрел на своего друга, стоявшего напротив меня в бледном зимнем освещении злостной блестящей душой на протянутой руке, и мне показалось, что его высокий стан и удивительная красота дышали чем-то зловещим. Я даже ощутил нечто вроде боязни, но приписал это услышанному неприятному рассказу. И, решив овладеть своими неприятными ощущениями, я начал тщательно рассматривать насекомое. Когда я приблизился, мне показалось, что глаза маленького существа злобно сверкнули, и я отшатнулся, досадуя сам на себя за невольно испытанный страх. «В нем действительно что-то замечательное», пробормотал я. «Я не удивляюсь, что вы дорожите им как редкостью. Глаза совсем ясные, почти разумные». «У нее, верно, были красивые глаза», заметил Риманес с улыбкой. «У кого? Что вы хотите сказать?» «У принцессы, конечно», ответил он весело. «У этой милой дамы, часть существа, которая очевидно перешла в это насекомое, питавшееся исключительно ее телом». И князь положил свою любимицу обратно в стеклянный ящичек. «Предполагаю, начал я медленно, что вы с научной точки зрения намекаете на то, что ничто живое не умирает окончательно». «Именно так», сказал Риманес решительно, «мой дорогой темпест, в том-то и вся беда или благо окружающих нас вещей. Ничто бедно, даже мысль». Я молчал, следя за тем, как Лусева прятал стеклянный ящичек с его несимпатичной обитательницей. «А теперь за завтрак воскликнул князь, радушно беря меня за руку. У вас вид на двадцать процентов лучше, чем когда вы вышли сегодня утром». «Заключаю из этого, дорогой Джеффри, что все законные формальности улажены. Что же вы делали все остальное время?» Сидя за столом и прислуженный темнолицым Амиелом, я стал рассказывать свои утренние приключения и случайные встречи с издателем, вернувшим накануне мне рукопись, на которой теперь верно примет сделанное мною предложение. Реманес слушал меня внимательно, изредка улыбаясь. «Конечно», сказал он, когда я кончил говорить, «Ничего нет удивительного в поведении этого человека. Я даже нахожу, что он выказал необыкновенно много выдержки и приличия тем, что не сейчас схватился за ваше предложение. Его лицемерное желание подумать, доказывать, что он обладает тактом и предусмотрительностью. Неужели вы воображаете, что существует человек, которого нельзя было бы купить? Мой добрый друг, вы можете подкупить кого угодно, лишь бы вы дали достаточную сумму, и даже папа продаст вам место в раю, если вы только заплатите ему на земле. Ничто в этом мире не получается свободно, кроме воздуха и солнечного сияния. Все остальное вы должны купить кровью, слезами, вздохами, но чаще всего деньгами». Мне показалось, что Амиэл, стоя за стулом своего господина, двусмысленно улыбнулся. Инстинктивная ненависть, которую я питал к этому человеку, мешала мне распространяться о своих делах во время завтрака. Я не мог формулировать существенной причины моего отвращения к доверенному лицу князя. Но что бы я ни делал, отвращение оставалось и усиливалось с каждым взглядом на его угрюмое недоброжелательное лицо. Однако он был вежлив и внимателен, я не мог упрекнуть его ни в чем. Но когда наконец поставив на стол кофе, ликеры и коробку с сигарами, он тихо удалился, я почувствовал бесконечное облегчение и вздохнул свободно. Как только мы остались одни, Реманес зажег сигару и, откинувшись в кресло, посмотрел на меня с таким сочувствием, что его красивая наружность показалась мне еще более привлекательной. «Давайте говорить», сказал он, «Мне кажется, что пока я ваш самый лучший друг. Во всяком случае, я знаю свет лучше вас. Что вы хотите сделать с вашей жизнью?» «Или лучше сказать, на что вы думаете тратить ваши деньги?» Я засмеялся. «Конечно, я не буду давать сумм на постройку церквей или устройство больниц. Я даже не открою бесплатные библиотеки, так как эти учреждения служат не только центром заразной болезни, но в большинстве случаев управляются местными торговцами, которые вследствие этого воображают, что они могут судить о литературе. Мой милый князь, я намерен тратить деньги на собственные удовольствия, уверяю вас, что способов очень много». Реманес продолжал молча курить, сквозь бледно-сероватые клубы дыма его глаза как бы сверхъестественно блестели. «С вашим состоянием вы могли бы счастливить сотни людей», заметил он. «Благодарю вас». «Но пока я предпочитаю быть счастливым сам», ответил я решительно, «должно быть, я окажусь вам эгоистом, вы филантроп, я это знаю, а я далеко нет». Луся продолжал упорно смотреть на меня. «Вы могли бы помогать вашим сотрудникам в литературном мире?» Я прервал его слова решительным движением. «Никогда, мой друг, даже если бы небо провалилось, мои сотрудники литераторы отталкивали меня при каждом удобном случае и старались всячески отнять у меня возможность заработать себе кусок хлеба. Теперь моя очередь отбояриваться, и я выкажу им так же мало жалости, как они выказывали мне. Никто не помогал, никто не симпатизировал мне, и я никому не помогать, не симпатизировать не стану». «Месть сладко», произнес князь синтезиозно. «Я советую вам сделать издателем Вестника». «Зачем?» «Неужели вы еще спрашиваете?» «Подумайте, какое будет для вас наслаждение получать рукописи ваших врагов и отвергать их, бросать их письма в сорную корзинку и отсылать их стихотворения, повести, политические статьи с надписью на обороте возвращаю с благодарностью или для нас неподходящее. Кроме того, вы можете изводить ваших соперников анонимной критикой. Радость дикаря, привесившего к своему кушаку двадцать черепов, ничто в сравнении с этим. Я сам был издателем когда-то и знаю это по личному опыту». «Я засмеялся его предложение, сделанному с таким серьезным видом». «Вы, конечно, правы», ответил я. «Я вполне понимаю все преимущества такого положения, но ведение этого дела слишком сложное для меня, оно связало бы меня по рукам и по ногам». «Но не ведите дело лично, последуйте примеру всех крупных издателей, не работайте сами, берите только барыши». «Вы никогда не увидите ни одного издателя наших крупных журналов, если вам что-нибудь нужно, пожалуйста, к его помощнику». Сам издатель, смотря по сезону, находится или в Аскоте, или в Шотландии, или зимует в Египте. Люди воображают, что он ответственен за все, что появляется в его газете, а большей частью он и не знает, в чем ее содержание. Он полагается на свой штат, а когда этот самый штат находится в затруднительном положении, то ссылается на отсутствие мирно поживает за тысячи верст, и его никто не беспокоит. Вы могли подвести публику этим же способом? «Да, конечно», ответил я, «хотя такой способ занятий мне не по сердцу. Если бы у меня было какое-нибудь дело, я бы занимался им усердно. Я нахожу, что если работать, так уж вовсю». «Я тоже», ответил Риманес поспешно, «Я сам довольно добросовестный человек», он улыбнулся, как мне показалось иронически, «но скажите, как вы намерены наслаждаться своим состоянием?» «Я начну с того, что издам свою книгу», ответил я, «ту самую книгу, которую никто не хотел печатать. Уверяю вас, я заставлю весь Лондон говорить о ней». «Весьма возможно», ответил князь, глядя на меня сквозь облако дыма. «Публика Лондона рада покричать, по преимуществу, однако, о двусмысленных и нецензурных вещах, а потому, как я докладывал вам раньше, если бы ваша книга была смесью Золя, Гоймана и Бодлера, или ваша героиня представляла бы из себя скромную девицу, считавшую честный брак за унижение, то она, несомненно, пользовалась бы огромным успехом в наши дни Содома и Гаморры». Тут Луся внезапно вскочил и, бросив недоконченную сигару в камин, обратился ко мне с видимым возбуждением. «Отчего небеса не разрываются огненным потоком над этим окаянным городом? Он созрел для наказания кишит ненавистными существами, недостойными даже пыток ада, приготовленного лицемером и лжецам». «Темпест, если есть существо, которое я ненавижу всеми силами своего «я», то это современного человека, прячущего свои гнусные пороки под мантией широкого ума и добродетеля. Он готов позвать потерянное целомудрие, женщины непорочность назвать, зная, что только ее физическим и нравственным падением он может удовлетворить свои животные страсти. Скорее, чем быть таким лицемерным трусом, я бы открыто признал всю свою низость. «Потому что у вас благородная натура», сказал я, «вы исключение из общего правила». «Исключение я?» Илусио горько засмеялся, «но положим, вы правы, я исключение среди людей, но своей честности я принадлежу скорее к животным. Лес не присваивает себе манер голубя, он громко провозглашает свою кровожадность. Даже зная, несмотря на вкратчивость своих движений, предупреждает о своих намерениях, змея предупреждает шипением. Вой голодного волка слышен издалека и заставляет запоздавшего в снежных полянах путешественника торопиться домой. Но человек не дает ключа к своим действиям. зловреднее льва хитрее змеи и кровожаднее волка он жмет руку своему товарищу в притворной дружбе и час спустя пользуясь его отсутствием оскверняет его клеветою. За улыбающимся лицом он прячет фальшивое эгоистичное сердце, бросая вызов пигмея в лицо загадочной вселенной. Он смеется над Всевышним, не замечая, что сам стоит над бездной. Силы небесные! Тут Луся остановился и сплеснул руками. Какое дело Всевышнему до такого неблагодарного слепого червяка, как он? Его голос прозвучал замечательно звонко, глаза блеснули огненной пылкостью. Смущенный его неожиданной вспышкой, я не заметил, как потухла моя сигара и продолжал глядеть на него в немом удивлении. Какой у него был вдохновенный вид! Какая величественная осанка! Как горделиво пылал его огненный взгляд! Было что-то исключительно страшное в его вызывающем протесте. Князь поймал мой удивленный взор, и страстный пыл его гнева улегся. Он засмеялся, пожав презрительно плечами. Я, должно быть, был создан актером, сказал он небрежно. Время от времени любовь к декламации овладевает мною. Я начинаю говорить, как говорят наши премьеры и члены парламента, повинуясь настроению момента, и не веря ни одному слову того, что говорю. Я не принимаю вашего опровержения, ответил я с улыбкой. Вы верите тому, что говорите, хотя действительно я думаю, что вы человек минуты. Неужели, воспикнул князь, как вы умны, Джеффри Темпест, вы поразительно умны, но вы не правы. Во всем мире нет существа менее меня поддававшегося впечатлению минуты и более решительного и непоколебимого своих намерениях. Верьте мне или не верьте, как хотите, насильно внушать веру нельзя. Если бы я сказал вам, что я опасный товарищ, что я предпочитаю зло, добру, и что я не безвредный наставник для кого бы то ни было, что бы вы сказали на это? Я сказал бы, что вы находите своенравное наслаждение в унижении, ответил я, вновь закуривая сигару и внутренне забавляясь его серьезностью. И я продолжал бы любить вас по-прежнему, если не посмотрел на меня. Эмпест, вы следуете примеру хорошеньких женщин, они всегда любят негодяев. Но вы не негодяй, заметил я, с наслаждением затягиваясь сигарой. Да, я не негодяй, но во мне много дьявольского. Тем лучше, сказал я, усажившись еще более удобно в мягком кресле. Надеюсь, что и во мне тоже есть частица дьявола. Вы верите в него? спросил Римонез. В дьявола? Конечно нет. Однако он один из самых выдающихся легендарных лиц, продолжал князь, зажигая другую сигару и служит сюжетом многих интересных рассказов. Представьте себе его изгнание из рая. Люцифер, сын утра. Что за имя? Быть рожденным от утра. Быть существом, сотканным из прозрачного беспорочного света, согретым розовым оттенком миллионов восходящих светил. Великолепный и величественный этот чудный архангел стоял по правую руку Всевышнего, и перед его неутомимыми очами проходили грандиознейшие создания божественного ума. Внезапно среди кружившихся зачатков Люцифер увидел новый маленький мир, и на нем существо, медленно принимавшее ангельское подобие. Существо, долженствовавшее пройти через все фазы жизни, пока оно одухотворится дыханием Создателя и достижением сознательного бессмертия и вечного блаженства. И Люцифер полный гнева обратился к Всевышнему и, позабыв все, все в приливе гордости и гнева воскликнул. Неужели ты хочешь превратить это милое существо в такого ангела, как я? Если ты сотворишь человека по нашему подобию, я погублю и истреблю его, так как он недостоин пользоваться наряду со мной великолепием твоего всеведущего ума и славой твоей безграничной любви. Продолжение следует...